дом семьи саган особняк садимы расскажи-ка мне братцы дима какого хера ты делал вчера на складе сейчас дайте ко мне альтабнуться а то у меня мышка появилась до сих пор здесь бессирует так альтаб альтаб не сработал ну и хрен с ним пущай будет мышка такая судима в этом деле и правда самый подозрительный босс нам уже приводила три причины и по большей части я с ней согласно в общем не пришла идея проверить историю его звонков причем сразу на двух телефонах на том что зарегистрировано самого садиму и другом который он использовал в качестве одноразового ну и как нашла что-нибудь пока не сказал про курсор не видел его теперь нервирует и проклят это проклятие стримера все в жизни было хорошо пока сниверки проклял тебя этим знанием знанием того что здесь мышка среди как бесит смотри еще как курсор медленно доезжает за мышкой смотрю на догоняет как я убегаю курсором от зеленухи ну и как нашла что-нибудь к сожалению нет блин сука да подожди дай мне договорить да подожди дай мне договорить потом я попробовал заглянуть мобильник его секретаря из списке принятых вызовов там был один странный звонок он поступил примерно неделю назад из тюрьмы футю звонившим оказался никто иной как заключенный номер 89 тот самый на скорее всего это он недавно связался с нашим участком да короче заключенный номер 89 до звонила и сказал что он знает кто был на доме сёку гг смотрят одним глазом на соседней сиденья во время езды ну тип типа того да я знаю кто был на доме сёку айба за что номер 89 сидит тюрьме кто номер 89 такой какое настоящее имя номер 89 этого я выяснить не смогла заключенный номер 69 на из будем звать его nice не смогла он нигде не зарегистрирован как у вас в тюрьме может быть не зарегистрированный человек вы чё сука у вас ждем за шарашкина контора на полицейских смысле нигде не зарегистрирован а кто зарегистрирован исключено что этот человек иностранец на национальности вот тоже неизвестно тем не менее учитывая хорошее владение языком скорее всего родился и вырос он все же в японии за что номер 89 сидит тюрьме кто за убийство да уже понятно что по объявлениям набирают реально когда происходит профессиональное профилирование всех нормальных детей в доктора всех детей потупее в адвокаты а самое днище в ментовку в принципе в принципе знакомая с без знакомая история за убийство его приговорили к пожизненному заключению сразу по нескольким статьям это было шесть лет назад шесть лет назад опять волшебный шесть лет назад насколько я поняла он наемный киллер его работа заключалась в устранении нежелательных людей за вознаграждение ребята шесть лет назад и наш главный герой тоже про шесть лет знаете чем скажу что это короче я только из прошлого который получил информацию от меня будущего я все сказал а ибо дает возможность не только не только и и прикрученный глазу но еще и трансгрессировать точно вам говорю все хаппи дэн решил решил дело можно закрывать игру идти следующую судя по всему в преступном мире он был известен под кодовым именем фальку фальку да фальку айба дает смотри возможно смотреть завтрашний день ну типа того да айба машина времени дукат надо на следующий на следующий день 365 на 6 следующих денег и какое отношение 89 медицинами а почему у нас у нас на фалька что-то что-то произошло с нами сердечко пропустила удар неизвестно тебе придется спросить об этом у самого садима а сибири все-таки здесь да он фейк здесь когда мы задавали вопрос его не было он только сейчас пришел такой типа о я здесь все время мы-то знаем что ты афк шел стрим прогуливает номер 89 ты говорил что знает то билна даме сёку да я помню не знаю только правда это или нет думаешь он как-то может быть связан с произошедшим понятия не имею если честно насчет этого я вообще ничего не могу сказать более того наказание человека который совершит преступление возможно бы совершил преступление в будущем это вписывается в концепцию типа морально-этические дилеммы фильма грани будущего и здесь уже мы уже заходили на это поле давай подведем итог номер восемьдесят девять может стоить посетить тюрьму футю не у нас мало времени свяжись лучше с боссом и проси его привести заключенную 80 к нам в участок хорошо кажется моя теория стройная теория разрушится потому что заключенного нам сейчас просто привезут мы короче выбирали встречаться нам с аристиан или не встречаться я выбрал встречаться но в общем и целом как бы я-то прекрасно я не понаслышке знаю что стримеры гнилые люди с ними лучше не встречаться на том складе ведь так и не нашли никакого трупа тебе от меня еще что-то надо эти политики такие высокопарные сидит счет блин на мостике кормит рыбок в пруду ты чё сук такой пафосный то сидел бы дома пиван до полах листал до в телик пырил чё вот это за камень что это за камни где т.д. эти камни где тоже ворованные взятка камнем было зачем ты все-таки звонил сёка что ты делал на складе вот самый важный вопрос я же сказал что не собираюсь отвечать на этот вопрос вот сука но почему там ведь в итоге ничего не нашли сейчас то какой смысл продолжать это скрывать то что крыса похоже он все равно не собирается отвечать поганая крыса на трудовые все и пруд и дома рыбы я но это то на самом деле нормально all mighty pudding типа почему нет у них же это я слышал в японии очень сильно мы же читали мангу мы же читали мангу я забыл как называются эти чуваки это короче бывшие политики которые которые в крупный бизнес идут и чуваки из крупного бизнеса которые перетекают в политиков политиков если вкратце то у них у политиков все очень сильно перевязано ну грубо говоря это форма коррупции не форма коррупции а есть коррупция они там нормально так и корруппированы достаточно достаточно многие и это нормально что у политиков такие хоромы они клановые типа у него как минимум может быть там всякие его дети которые у которых как у ротенбергов чудо-бизнес возникает ну ты понял суть ну типа это правильно нет неправильно это часто встречается да часто зачем ты все-таки звонил секу меня это на уже начинает раздражать о чем тебе понадобилось с ней поговорить ты упоминал что это было по личному делу каких вообще отношениях находились вот предъявишь ордер я все тебе расскажу насчет ирис сколько раз тебе повторять я не знаю эту девчонку вообще никогда я раньше не видел да ты так термок он явно врет даже термограмма ни к чему но зачем ему это нужно сырис ведь ничего не случилось должно быть с ней у него связан какой-то секрет о котором он не хочет распространяться это единственное логичное объяснение насчет номера 89 номер 89 это еще кто такой заключенный отбывающий наказание в тюрьме футю кодовое имя фальку он был наемным киллером удивлен что в японии вообще встречаются такие люди ну и что с ним около недели назад он звонил твоему секретарю ясно однако мне об этом не сообщали скорее всего он просил о помиловании или еще какой ерунде не думаю что это стоило моего внимания подробности можешь спросить у моего секретаря сам я ничего не знаю посторонний сразу вопрос ты вообще произведение видел до этого или это просто твои типа инсинуации что ж думаю пора бы уже и закругляться я очень занятой человек так что прошу меня извинить да охеренно вижу рыбок в пруду кормишь усраться такая производительность труда я тебе еще один такой дом поставил дебила кусок а еще кое-что честно говоря ты мне очень и очень не нравишься я вообще не хочу тебя видеть поэтому никогда больше здесь не появляйся так будет лучше для нас обоих ты меня понял вот крыса и не дожидаясь ответа садима удалился черт да чтоб его дата твое давление подскочила до опасного уровня еще немного и ты отпросишь коньки прошу постарайся успокоиться нам еще много всего нужно сделать да знаю я знаю так но осталось последнее real deal ты каждый раз будешь на любом детектив меня это спрашивать ну блин да если мы обсуждаем что-то как мы первый раз смотрим это одно если ты знаешь что-то то тогда с тобой лучше так не обсуждать все очень просто да на каждом но нет на тех на которых ты вообще не будешь ничего в чат писать инсинуционного характера на том не буду спрашивать да ладно ладно предположим что-то у нас действительно детективную жилку свою проявляешь а если ирис просто одна из клонов а то труп это та которая узнала лишним был скан ирис и можно и можно это сделать да я на самом деле думаю об этом как бы вообще если так подумать то вот эта вся тема с уладжетом она очень как-то забавно вписывается в концепцию того как у как как мы видели пока что два трупа потому что что одному удалили левый глаз другому удалили правый глаз типа пофигу то на самом деле что если это какая-нибудь история про то что мы подгружаем просто ну типа выкачиваем личности обменяем личности что если вот эта вся тема с айболом может быть какой-то более глубокой мне конечно льстит но немного расстраивает такое ко мне предвзятое отношение это все потому что у тебя сапки нет санитар помнишь ранее ирис упоминала иллюминатов ну да но это упоминать иллюминатов это моветон может ее хотят убить потому что она слишком много знает понятно извините еще раз за вчерашние мне не стоило приходить без приглашения ой да что вы я наоборот только признателен благодаря вам к мидзуки наконец вернулся дар речи но я ничего особого не сделала так хитоми у вас сегодня выходной ну да сегодня ведь праздник так что ирис тоже не в школу а в лимни скейт ушла я ее кстати недавно видел правда в независиме сейчас киура с с киурой к нам что-то случилось что ж думаю не смысла пытаться скрывать я взял и рассказал хитоми об исчезновении киуры о микрочелек спасибо большое но это как бы все равно не считается надо на теперь надо чтобы посторонний кому-то другому сапку подарил чтобы считалось конечно же но все равно тебе бруфист и так и быть такие вот подозрительные подозрительные обнимашки постороннему конечно с подозрением без до доверия я взял и рассказал хитоми об исчезновении киуры прямо из больницы извините мне нет ни малейшего представления где он может быть счет ирис изменяя рис пришлось многое пережить я родила ее в 19 лет и к тому же растила без отца общество относилось к этому не очень благосклонно тем не менее ирис никогда не унывала и всегда старалась меня защитить помню как-то раз детском саду и родители собрались и стали разводить обо мне сплетни так ирис подбежала к нему закричала не говорить о моей маме плохого это ведь я должна защищать а получается совсем наоборот что с вашими родителями они погибли когда мне было 17 я стала сиротой а ближайшие родственники жили далеко они конечно предлагали взять меня к себе но на тот момент я уже заканчивал второй год старшей школы как-то не очень хотелось переезжать за год до выпуска так что я решил остаться здесь одна значит и ирис вы воспитывали да без чей-либо помощи а хотя нет аки урок он иногда все же нас выручал насчет ирис мы постоянно проводили время вдвоем походы барбекю за сады парке развлечений и прочее всегда только я и она вы кстати это мне напомнило один случай когда ирис было пять годиков блум парке проводилось детское театральное шоу милкий мун называлась она была про девочек воительницах мат а было про девочек воительниц матросках ну а ирис у меня всегда очень любила петь и танцевать у нее даже была такая привычка стоило ей только услышать музыку как она невольно начинала двигать телом так вот во время того представления как только актеры в конце начали исполнить финальную песню и рис забралась на сцену и принялась танцевать вместе с ними мне конечно тут же пришлось броситься за ней я схватила ири за руку и попытался садить обратно на место но все кто были на сцене наоборот стали радоваться и всячески нас приободрять так что в итоге даже мне пришлось начать танцевать понятно а когда все закончилось она широко улыбнулась и сказала мама ты так хорошо пляшешь вот такая у меня доченька хорошая доченька хорошая всякий раз когда ирис видит уличных музыкантов она тут же подбегает и присоединяется к ним это вообще-то и корень жуха донатить надо уличным музыкантам донатить нравится песня задонатил не нравится песня сделал грустные грустные глаза мол у тебя нет денег и прошел мимо че как маленький то мелодия на вокзале гудки на пешеходном переходе она начинает пританцовывать даже под рекламную песенку супермаркете то нам ее рекламируют типа да я уже пойду с ней на свидание на свидание кстати однажды это вообще привело к травме ирис играла на вершине горки когда рядом проезжал грузовик из окон у него играла детская музыка услышав ее это девчонка тут же бросилась скакать в результате потеряв равновесие она упала и сломала ногу к несчастью тогда было воскресенье и нам еле удалось найти открытый травмпункт мне пришлось тащить ее на спине буквально через весь город я больше не смогу танцевать вообще никогда она все рыдала и рыдала уткнувшись мне в плечо ирис никогда не ревела так сильно хотя нет помимо этого был еще один раз был другой случай когда ирис разрыдалась кого грустно грустная история шесть лет назад опять когда в меня попали из пистолета после операции рис прибежала в палату вся в слезах мама пожалуйста не убирай прошу не убирай только не убирай ладно так от сына к цены обычно не озвучиваю тогда я себе поклялась что буду защищать ее несмотря ни на что ирис для меня важнее всего на свете я дорожу ей больше чем собственной жизни ладно я уже засиделся оказывается ирис очень любит танцевать однако рисовать она не очень умеет о чем это ты на рисунке который висит на стене я хотел спросить насчет того рисунка на стене есть подозрение помните кстати мы когда под клеткой мы выбрали путь шариков вообще-то под клеткой можно было собрать вот эту вот фотографию и к сожалению я этого не сделал фотографии не собрал та фотография была бы как я понял адекватной версии вот этой фотки но вот этого рисунка из тех обрывков что я видел это ирис нарисовала когда я была 12 слева на нем вы хитоми сана посередине стоит ирис верно да а кто тогда справа это мужчина с которым я в то время встречалась правда мы были знакомы всего три месяца мы повстречались шесть лет назад вы когда-нибудь слышали осветилище и кумы в районе минато придя однажды туда помолиться я услышала странный голос он был похож на мучительный стон я обошла святилище и увидела с другой стороны человека сидящего на голой земле из живота у него сильно текла кровь спешке я тут же достала телефон чтобы вызвать скорую но он притянул меня к себе и ни с того ни сего поцеловал прямо в губы не понимая что же произошло я продолжала лишь россияна смотреть ему в глаза ля он альфанул ее сразу после этого послышались звуки приближающихся шагов а за ними последовали недовольные мужские вопли было очевидно что они кого-то искали когда шаги с голосами наконец тихли он отпустил меня и спокойно произнес не вызывай скорую и не звони в полицию тут же сообрази в чем дело я решила отвезти его к подпольному врачу подпольному к знакомому оки уроку на он однажды его мне представил несмотря на то что первый поцелуй у нас был уже спустя минуту после встречи второй раз наступил нескоро сначала мы просто держали за руки в кинотеатре помню как мы впервые прильнули друг другу на аттракционе в доме ужасов причем это даже не я начала он сам в меня вцепился когда перед нами внезапно выскочил зомби в том числе и из-за этой его озорной стороны меня все больше и больше к нему притягивала наш второй поцелуй произошел в машине возможно это звучит как лишь она сначала мы просто катались наслаждаясь ночными пейзажами а затем остановившись у ближайшего заброшенного склада взяли и поцеловались не было никаких признаний в любви у заброшенного склада у заброшенного склада не этого ли заброшенного склада я даже не успела заметить как мы сблизились так подожди с ирис я познакомила его примерно через месяц после нашей первой встречи возможно все дело в том что долгое время она росла без отца но и рис быстро привязалась к нему как к родному с тех пор мы все мы все стали делать втроем мы ходили на пляж к реке в зоосад и парк развлечений даже барбекю в компании еще одного человека было для нас или с чем-то новым все казалось таким свежим и каждый день был по-настоящему захватывающим ой простите вы ведь хотели узнать про рисунок как-то раз он решил порадовать нас вкусными оконами яки и купил специальную газовую плитку это было так нелепо он подбросил лепешку пытаясь ее перевернуть но не подрасчитал силы и она приземлилась мне прямо на голову стоявшая рядом и рис тут же захохотала давно она так не смеялась мне самой стало весело и я тоже решила положить им на головы оконами яки понятно шмяк шмяк в ход пошел сыр майонез соус господи а экономия коми обмазались кто-то как ребята ребята я из петербурга у меня бабушка блокадница скобочках нет у меня бабушки штатных блокадницы кто разбрасывается едой так начался полный хаос полетели яйца мука повсюду комната была в таком состоянии что смотреть невозможно после этой битвы мы еще долго не могли перестать смеяться все перемазаны и каждый буквально катался по полу на рисунке запечатлен конец той самой баталии он навевает такие воспоминания господи вот только долго эти счастливые дни не продлились шесть лет назад в ноябре сюда ворвался преступник с пистолетом к счастью и рис тот момент не было дома однако мой возлюбленный был именно поэтому бандиты пришел он хотел убить его целью непрошенного гостя было забрать жизнь и ничего больше направив пистолет мужчина спустил курок мне удалось заслонить с собой пулю после чего тут же прибыла полиция их обоих арестовали и заключили под стражу это тот самый убийца 89 наемный убийца но почему человек с которым я начала встречаться совершал раньше ужасные вещи абсолютно не выдуманная история о которой невозможно молчать смысле ты пустила за как себе в хату кидалась в него оконами яками это по сути омлет с капустой замазала всю хату и совершенно закрыла глаза на то что он бандос а сам он был судя по всему сладким пирожком да бандит сладкий пирожок нечто такое от чего волосы становятся дыбом из-за этого в преступных кругах на него открыли настоящую охоту подробности я не знаю но судя по всему он кого-то из них там предал могу я задать один вопрос конечно когда я спросил вчера про плечо вы сказали что вас выстрел случайный грабитель это было неправда рядом находилась мидзуки тян так что я солгала они с ирис близкие подруги если бы об этом услышала мидзуки тян то рано или поздно она рассказала бы все ирис я просто не хочу чтобы она узнала узнала что что человек с которым я встречалась был преступником можно сказать он заменял ей родного отца и рис очень его любила если она узнает о таком ужасном прошлом это разобьет ей сердце на стене висит рисунок его нарисовала ирис когда я была 12 так а дополнительные реплики будут слушай дополнительные реплики мне нравится мне очень нравится сколько мы об этом узнали у нас и в это в журнал это добавится вся история чего там девочка 70 кг лежа жмет 100 120 она жмет там вообще-то лежа 120 вот так вот пришел я мы считали там где-то тыс тысяча жимов 120 килограммовый штанги ты просто завидуешь ладно я уже созиделся так ну короче дата сейчас не время предаваться сентиментальности нам пора бы уже идти да ты права валим полицейский участок в путь как будто чат никогда не видел 12-летних школьных зажмущих сотку по поводу 12-летних школе школе зажмущих сотку видели новую фотку классную грета в грету короче в на митинге в германии повязали и несут менты она такая довольная мол мол повязали понедельник 1449 я решил вернуться назад нет кидаю мне нет конечно я просто видел фотку и все часто нибудь скинется звездой может быть без звезды в интернете в чат я решил вернуться назад в участок мне нужно было поговорить с боссом и когда я наконец вошел в кабинет она тут же улыбнулась как если бы давно меня ждала то о чем ты просил уже готова значит номер 89 да его недавно доставили он сейчас комнате для допросов ладно тогда пошли а я сейчас не могу меня тут начальство к себе вызвало короче попросила побыть с тобой на допросе пьютера хорошо так смотрим у пьютера сука стиляга кажется это он да это он это он это он это он чат это он это он это он это он мой любимый мой хороший ты хорош со всех сторон он очень похож на него у меня опять сердце два такта пропустила давайте-ка сохранимся я ему не доверяю он меня бесит так я сейчас пойду за когнать подержусь перед допросом надо всегда попысить искал тумберг нашел как толпа кочек в матросках целый мун дерется с реднеком боли тебе бы поисковать тебе бы поисковую сервис обновить так что ж приступим ладно он не похож номер 89 как тебя зовут номер 89 я имею ввиду настоящее имя не помню уже забыл откуда ты родом республика джибути республика джибути небольшое государство в восточной африки с населением 900 тысяч человек я не люблю глупую ложь зла чем зачем ты звонил секретарю садима сколько я это убил хрен его знает я никогда не считал зачем ты занял секретарю садима о так ты об этом знаешь это правда мне и в самом деле ответил его секретарь однако трубку он передал садиме чтобы я смог сказать ему кое-что важное погоди-ка ты что разговаривал с ним лично ну да что ты сказал самому садиме я велел ему кое-кому позвонить кому молчит извини но этого я тебе сказать не могу кто убил на даме сёку хорошо давай теперь перейдем к делу два дня назад ты позвонил к нам в следственный отдел и заявил следующее я знаю кто убил на даме сёку ага ну и кто это сделал ой 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 погоди-ка мы ведь с тобой еще не договорились меня после этого точно освободят да даю слово ха чушь собачья ты не думаешь отпускать меня на свободу а а а а ладно не важно я все равно этого ожидал мне лишь нужен был предлог чтобы выйти ненадолго из тюряги в каком это смысле ты правда хочешь узнать вот в таком смысле начался замес чего мои надежные менты ребята мои надежные менты я кстати пропустил свидание с айрис если что как можно быть настолько обоссанным я затыкаюсь про то что вообще-то эти столы за которые их сажают прикованы к земле с вот такой вот финтифлюгой специальный через которые продевают наручники чтобы зэк не мог начать буйствовать то есть тот факт что у может просто раскидать этих пососов сука сука что за шарашки на контору на которую я работаю Профессиональные, блин, полицейские Мать их, раз так Да уж, нехорошо получилось Пьютер просто попущ Пьютер пойдет вместе с тобой Вообще никто ничего О, господи, боже мой Ты что, издеваешься? Злостный преступник, приговоренный к пожизненному заключению Сбежал прямо из здания полиции Да посмотри, какая у вас клоунада здесь стоит Вот почему на рабочем месте Должен быть порядок Посмотрите, как бы клоунская фиеста Ты клоунесса, ты клоун И ты клоун И антураж у вас цирковой Я все сказал Я, конечно, приказал охранить всем рот на замке Но это только вопрос времени Когда случившимся пронюхает пресса Нужно любой ценой успеть вернуть его номер 89 назад Давайте теперь Пьютер Что стало с моим пистолетом? Что стало с моим пистолетом? А что, пистолет как-то? У него там был другой какой-то пистолет Номер 89 забрал его с собой Но не волнуйтесь У меня есть запасной Я вам его потом выдам Куда? Куда 89 отправился? Откуда мне знать? Добравшись до выхода, он тут же меня отпустил Ну а дальше без понятия Я находился в таком шоке, что чуть в обморок не упал Профессиональный полицейский, кста Как ему удалось так просто сбежать? Сначала он вырубил стоявшего за дверью офицера И забрал его униформу После чего переоделся И, приставив к моей спине пистолет Заставил направиться вместе с ним к ближайшему лифту Разумеется, оружие он при этом держал спрятанным глубоко в кармане Никто на этаже не заметил, что происходит В общем, сев лифт, он поднялся на первый этаж Двери для него мне пришлось открыть своим пропуском Он угрожал убить, если я этого не сделаю Весь побег в итоге занял не больше пяти минут Должно быть, он все спланировал заранее Ты ведешь себя так, будто вообще здесь ни при чем Что вы, я просто не успел еще отойти от пережитого страха Звучит так, как будто это просто договорняк какой-то Все настолько как по нотам складывается Что у меня такое ощущение, что Пьютер и этот чел в одной команде Что, короче, все вокруг все понимают Один главный герой Шис Шис, из которого веревки тянут Пьютер совершенно спокоен Сука, он теперь совершенно спокоен Да они издеваются Это реально Степ Это реально Степ Дверная шторка, общественные бани Сейчас выбегут съемочная команда Номер 89 Да Босс, это я виноват, что он сбежал Извини, конечно ты Если ты правда сожалеешь, то лучше покажи это действие Поймай ей номер 89, даже если придется разбиться в лепешку Меня и саму сейчас ждет извинительный марафон Ох, вы даже не представляете, как сильно в этот раз напортачили Так, подведем и док Да, Тэ Как ты уже знаешь, по всему периметру здания установлены камеры видеонаблюдения Я только что проверил записи каждой из них Судя по всему, номер 89 скрылся на машине, которая поджидала его поблизости Значит, у него был сообщник? Похоже на то Ты разглядела сидевшего за рулем? Да, и вполне отчетливо Как он выглядел? Мы с тобой и так и прекрасно его знаем Акиура? Я рассказал боссу с Пьюдером то, что узнал только что от Айба Акиура? Но почему? Дата, тебе звонит Мома Мома? Это из банды Камакур, который? Да, короче, я соединяю Здорово, Дата У меня только что появилась нужная для тебя информация Кое-кто из наших видел Акиуру Что? Где? Где он находится? Эй, погоди, ты же не забыл наш уговор? Уговор? Разве я что-то обещал? И еще как! Встречу с Ацитон Тян А! Ладно Короче, я вас жду Не задерживайтесь И что нам теперь делать? Ничего не поделаешь Придется взять ее с собой Ирис в офис Мома? Ну да У нас как раз-таки сейчас время свидания должно быть Она должна быть свободна Сейчас мы ее с собой берем Лимни Скейт Блин! Позно-поздно-поздно-поздно-поздно-поздно Припозднова Тогда пока Стоять! Не позабыли ли вы, сударь? Священно данный мне обед Ты что, пьяная? Да ты ведь вся в стельку Шутка, 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 мишутка Я просто очень рад, что мы наконец-то пойдем с вами на лом... На ломкрафт Не будет у нас никакого ломкрафта Я говорю о свидании Судя по всему, ломкрафт и свидание уже стали для нее синонимами Ну, так куда вы собираетесь меня сводить? Я свожу тебя В одно прекрасное место кое-какому Якудзо на показ любителей фигурок Туда, где стоят драконы Надеюсь, ты любишь драконов К одному прекрасному любителю Она... В одно прекрасное место На показ любителей фигурок На показ любителей фигурок, я думаю, она не оценит Кое-какому Якудзо Ну, в одно прекрасное место не надо говорить На показ любителей фигурок тоже очень странно Значит, нас интересует туда, где стоят драконы К кое-какому Якудзо Что ее больше? Мне кажется, ее кое-какой Якудзо бы сразу заинтересовал Как вы думаете, ее заинтересует Якудзо? Конечно, такое, как у Якудзо Нет смысла лгать, так лучше скажу прямо Я хочу судить тебя кое-какому Якудзо Чего? О, это такое шоу насекомых? Да, ты сам Так вот, значит, чем вы увлекаетесь Хорошо Звучит, конечно, противненько, но я все равно составлю вам компанию Вперед! Нас ждет шоу насекомых А, я понял Типа, надо нажать правильную штуку Которая ее увлечет И тогда это будут плюс очки По пути пикапа Ирис Я дурак Я забыл, что я играю в визуальную новеллу А как загрузиться? Как загрузиться, блин? Как загрузиться, ребят? Ребят, а как загрузиться? Так, сейчас вернусь на главный экран Заодно мушку пофикшу Я ну бас Но я ну бас Надо просто Хотя она мне все равно на нахрен не упала Я наркоман Короче Достижение Day 3 есть у 51% игроков Это очень странно Что так много игроков доиграли до Day 3 Хотя Хотя нет, наверное, не странно Типа такие игры, если и покупаешь, то знаешь, что покупаешь Наверное Так, короче, я скажу про драконов, конечно же Я считаю, что дракон это то, что ей нужно Блин, очень классная рекап-система Вот это прям супер-мега-респект Вот это супер-мега-респект Вот это рекап-система Это просто гениально Туда, где стоят драконы Туда, где стоят драконы Драконы? Те самые, что ли? Ага Понятно Значит, это у меня фантастический мир мечей и магии У-у-у Звучит так захватывающе Она, конечно, немного не так меня поняла Ну да ладно Взяв с собой превозбужденную ирис Я направился прямиком к Камакурам В офис Камакур Вау, тут и правда есть драконы Крутота Здесь ведь офис преступного синдиката? Ага Камакур, если быть точным И это, по-вашему, волшебный мир фэнтези? Ничего подобного я так-то не обещал Однажды капитан прочитает название мафиози правильно Они будут Камакуры Я все сказал Ты сама все неправильно поняла Ха-ха-ха-ха Да ты сам меня обманул Да ты Ах ты, подонок Ты довел на цитут У тебя до слез Ээээ Дядя Бросьте этого человека в Токийский залив Хорошо Не плачь Мы с тобой пустим его на корм Камбали Интересная получилась картина Ага, прям сюр какой-то Подожди, меня кидают на корм Камбали? Ну что ж, свою часть сделки я выполнил Да знаю я Тебе ведь и Киура был нужен А Киура-сан? Так, Мома, рассказывай Так, а я могу стену украшать гербками на семье А, она Кума-Кура Кума-Кура Ну ладно, Кума-Кура За ним скрывается потенциал с фигуркой АС от внутри Стену... А, блин, к сожалению, пока Мома Какое дорогое у тебя на руке кольцо А где все твои подручные? А что они? Мы их не видим? Тут у нас обзор на такой странный угол Дверь Дверь ведущая в соседнее помещение Че? Это что? Чемоданчик какой-то Ничего интересного здесь нет Дракон Бороза статуя дракона Руки шара какой-то раковый Ладно Где все твои подручные? Разошлись Я приказал им собирать информацию о Бакеуре К тому же не хочу, чтобы они меня таким увидели Ну да, я тебя понимаю Какое дорогое кольцо у тебя на руке? И что с тобой? Подари Че? Подари мне свое колечко С какой это стати я должен тебе что-то дарить? Я тоже его хочу Конечно, сейчас дам Хотя нет, погоди Это уж слишком Жадина Да, перестань С тебя же не убудет Еще как убудет Ну и ладно Блин Вы хорошо ладите Прям как родные Айба ревнует, как обычно Насчет местонахождения Киура По телефону ты сказал мне, что кто-то из ваших ребят видел Киуру Аааа Мне всех своих подручных пришлось на его поиски направить Ну и где он сейчас находится? Эмм Я, конечно, могу тебе сказать, но... Эй, не ломайся Разве я не привел Ирис, как ты просил? Дата Иди-ка сюда И с этими словами он мятал меня в угол комнаты Слушай, да-да Я даже не знаю, как бы это и сказать Не мог бы ты попросить Ацетон-Тян пожать мне руку? Только и всего Да легко Заканчивши шуку, отца мы вернулись на свои прежние места Ирис, можно попросить тебя об одном одолжении? Одолжение? Покажи ему свои сиськи Эй, какого черта я не этого хотел? Ой, извини Он просил пожать тебе руку Ааа, простое рукопожатие? Тогда ладно Главное, что не сиськи Взяв руку Мома, Ирис легонько ее пожала Да ты Это самый счастливый день в моей жизни Как же я рад, что стал боссом Ладно, ладно И Короче, Акеуру видели в двух местах Сначала в мейт-кафе под названием Санфиш Покет А потом еще у Светилища и Кумы Санфиш и Светилища и Кумы Я запомнил Благодарю Да, без проблем Мома сидит за своим столом Так Познакомься с Момой Извини, что притащил тебя в такое место Извини, что притащил тебя в такое место Все в порядке Можешь не бояться, Цитонтян Мы в нашей банде все против насилия Противоречивее только Гюдон без мяса В былые времена, правда, немного проказничали Ага, кухонной теркой, например, с людей кожу сдирали Говорю же, все это в прошлом Как только я стал главой, мы перешли на белые чистые вещи Белые? Героин Ничего подобного Я стараюсь держаться подальше от таких опасных продуктов У нас теперь все по-другому Все, кто этим занимался, мы давно срезали Срезали? Головы, наверное Да нет же Насчет Познакомься с мамой Кстати, я ведь еще не познакомился с этим мужиком в возрасте Эй, мне всего 24 Мама врет, ему 48 Знаю Прошу прощения, что не представился Меня зовут Кумакура Мума Я работаю в престижном рекламном агентстве То есть вы босс криминальной семьи Якудза, да? Откуда ты это знаешь? Он что, совсем идиот? 48 лет Где-то я слышал этот возраст Судя по всему, это возраст, в котором все сильно тупеют Хоть по виду и не скажешь, но Мама очень большой фанат ассет А ну как бы сказать Не то, что прям муж Во тьме ночной Присвяти дня, ацетонтян, я поддержу тебя Кто шагает дружно в ряд? Это ацетонотряд Ни шагу назад Ни шагу на месте, любовь ацетонтян весит тон двести Вау, вы выучили мои кричалки? Спасибо У меня даже как-то немного неловко Но я все равно терпеть не могу бандитов То есть я и сам преступников надух не переношу Лучше б их вообще нафиг не стало Гениальный персонаж, конечно. 48, а выглядит моложе тебя. Это нормально. Японцы в 60 выглядят моложе и лучше, чем я. С Сакио Рейсаном что-то случилось? Вы говорили, что он сбежал из больницы. Да, я тоже это слышал. Подробностей, правда, не знаю. Пожалуйста, скажите мне, Даты Сан. Пропажа Акиуры из больницы, конечно, сама по себе тоже является странной. Однако, помимо этого, есть еще как минимум три подозрительных вещи. Хоть мне и не хотелось этого делать, я решил все-таки выложить обоим все имеющиеся факты. Во-первых, Минзуки, обнаружившая тело Сёка, была заманена в Блум Парк сообщением по словам телефона Акиуры. Во-вторых, холодильный склад, внутри которого я видел труп Ирис, принадлежит турболовецкой компании Акиуры. Ну и, наконец, в-третьих, совсем недавно Акиура помог сбежать приговоренному к пожененному сроку, заключенному номер 89. Ты погоди-ка, а что ты там говорил про труп Ацетон-Тян? А, ну как бы... Да, Даты Сан сказал, что в параллельном мире видел меня мертвой. В параллельном мире? Это еще что такое? Вы что, никогда о таком не слышали? А-а-а, ты об этом? К-к-к-конечно слышал. Вон оно как, в параллельном мире, значит, ясно. Смотри-ка, он делает вид, что все понял. Вот и отлично, потому что мне не хочется ничего объяснять. Но зачем Акиуры Сану все это нужно? Понятия не имею. Он может быть как заложником, так и сообщником преступника. В любом случае, сейчас мне главное его найти. Погнали. Ну, что ж. Момо, позаботься об Эрис. Э? Подождите. Вы что, собираетесь меня здесь оставить? Не беспокойся, с ним ты будешь в безопасности. Вы только посмотрите, он уже что-то замышляет. И вообще, этот человек главарь преступного синдиката. Что, если он решит меня кому-нибудь продать? А ты, Дон Диан, я бы никогда так не поступил. Мы ведь теперь честная организация. Работаем по графику, законодательство там всякие, соблюдаем. Ладно, бывайте. Стоять! А как же обещание в Ломкрафта? Да не буду я никогда в него играть. Но вы ведь обещали мне свидание. Что? Свидание? Да ты, ах ты сволочь. Что? Что он меня... Что он меня сейчас пристрелит? Я это просто проигнорирую. Мудрый выбор. Да ты, Сан, вы ведь сейчас пойдете искать Экиуру-сана. Возьмите и меня с собой. Иначе я никогда не скажу, что произошло прошлой ночью. Она имеет в виду того, кто приходил в два ночи. Конечно, мне надо... Мне, чтобы ее спасти и ее защитить, надо из нее же клещами вытаскивать данные. Охереть, да. Оставайся с этим зэком, короче. О, ну ладно. Ура, ура! Эй, да ты! Ну-ка, хватит меня игнорировать! Разве вы не против насилия? Хо-хо-хо! Это была всего лишь игрушка. А, игрушка, значит. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ладно, не будем обращать на это внимание. В общем, нам нужно проверить два места. Санфиш и Светилище и Кума. Ой, а можно будет по пути заехать на тот самый склад? Ну, внутри которого вы видели мой труп. Тебя что-то беспокоит? Да нет, просто из любопытства. И еще. Давайте где-нибудь поедим. Хорошая идея. Я и сам давно ничего не ел. Ох, как же мне тяжело. Аж в груди защемило. Так, у нас тут четыре места. Кафе Санфиш Покет. Холодильный склад. Закусочная Мацусито. Ну ладно, зачем нам травелить на пустой желудок? Пошли закусочную Мацусито. Если мы голодные, война войной, а обед по расписанию. Правильно? Правильно. Значит, сначала кушать, потом Санфиш Покет, Цветилище и Кумы, а потом Холодильный склад. Скорее всего, именно в порядке 4, 2, 1, 3. Поехали. Понедельник. Ах, как же я хочу есть. О, 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 цю Тун-чан. Что ты здесь делаешь? Я сказала Даты Сану, что проголодалась, и он приехал сюда. Мне давно хотелось попробовать здешний стрипни. Так что, О-Тан, сделай свое фирменное. С-с-с-с, секунду. С этими словами Ото помчался на кухню. Проводив его взглядом, мы с Ирису сели за ближайший столик. Ото, табурет и Ирис. Главные действующие лица. Бабуль-то где-то есть. Реклама певка. С чайкусими, господи Иисусе. Ну давай, рассказывай. Какое у него насчет твоего воскрешения? Ты здесь не впервые? Ага, я не раз сюда приходила. Значит, ты уже знакома с матерью Ото Майюми? Да, но... Как бы сказать... Похоже, она меня недолюбливает. Это не так. Мама просто завидует твоей красоте, ацетон-тян. Звучит не очень обнадеживающе. Зависть это или нет, Ирис все равно ей не нравится. А какое у него фирменное блюдо? Омлет с рисом. У Атана он получается таким вкусным, что аж живот сводит. Это комплимент или как? Ой, перестань, ты меня смущаешь. Ну, Ото, похоже, принял это за похвалу. Насчет твоего воскрешения. Слушай, Ирис, насчет этого твоего воскрешения. Погодите. Ацетон-тян что, вернулась к жизни? А, ну это... Немного подумав, я решил рассказать Оте историю о вчерашнем воскрешении Ирис. Датэ-сан совершил скачок в параллельный мир, где я все еще жива. Из которого... Из того, в котором Ацетон-тян умерла? Ну да. Ирис сидит прямо напротив меня. С ней уже не о чем говорить. Значит, ты хорошо готовит? Готовишь? Где сейчас твоя мама? Она отдыхает в задней комнате. Телевизор вроде смотрит. А ты что здесь делал? Медитировал, лежа на полу. Задремал, иначе говоря. Датэ-сан, а почему вы вместе с Ацетон-тян? Хе, мы собрались играть в... Никакого Ламкрафта. Короче, у нас сейчас свидание. А, ну понятно. Свидание, значит. Свидание? Я, правда, расследованием занят. Но она все равно напросилась. Татэ-сан, хотите попробовать икорки-фугу? Нет уж, спасибо. Хотел убить нас. Значит, ты хорошо готовишь? Ага. Меня еще в детстве я тесно учил. Надеюсь, мою порцию ты не забыл? Нет, конечно. Вас я тоже как следует накормлю. Вы все еще его разыскиваете? Как я уже вчера говорил, понятия не имею. Кота занят приготовлением еды. Насчет параллельных миров. Слушай, не могла бы ты рассказать мне о параллельных мирах немного подробнее? Ну, я так-то могу попробовать. Но как бы это лучше объяснить? О, точно. Татэ-сан, давайте сыграем в камень-ножницы-бумагу. Камень-ножницы-бумагу? Ага. Если выйдет ничья, то ничего не будет. Мы просто пожмем друг другу руки и все. Однако, если я выиграю, вы должны будете меня чем-нибудь наградить. А если проиграешь? Я сделаю для вас все, что угодно. Что угодно? Ага, вообще все. Это... А что это? Кокон-болл-торчер? Так, я хочу выиграть в камень-ножницы-бумага. Так что, сохраняемся сразу же. Что-что, если мне... Если я см... Это легчайший кокон-болл-торчер в моей жизни будет сейчас. Да-то, твои пульсы с давлением повышаются. Почему это интересно? Ну же, вперед! Ладно, тогда поехали. Готовы? Так, что же мне выбросить? Камень-ножницы-бумага. Так, ребята, что выбрасываем? Камень-ножницы или бумага? Да-да, прикиньте. Все, что угодно, и сломать человеку жизнь. Человек такой, я сделаю все, что угодно, рассчитывая, что ты у него закажешь кокон-болл-торчер, о котором боишься произнести вслух. А он и не против. А он тебе просто берет, ломает жизнь. Например, говорит, что больше ты никогда не можешь пользоваться правой рукой. Ужас какой! Камень-бумага-ножницы. Блин, я не знаю, ребят, что... Обычно камень-самая попса, то есть бумагу... Оно и ножницы, короче. Цу-е-фа? Да! Оно меня законтрило. Ура, я победила! Не-не-не-не-не, Ирис. Она, конечно, похожа на ножницы, но на самом деле это бумага. Извините, но я не понимаю, о чем вы говорите. Проклятие за что? Какой же я идиот! А даже сколько досады. Нет, я проиграл! В общем, я получаю от вас какую-нибудь награду. Тсс, денег, если что, у меня нет. Не нужны мне никакие деньги. Лучше вместо них... Чего? Поглоти меня по голове. Приговаривая при этом, Иристиан такая лапочка, самая милая во вселенной, настоящий ангелок. Ну же. Да, ты в шоке. Кайба в шоке. Эх, ладно. Иристиан такая лапочка. Нет, уж нужно выразительно и с чувством. Иристиан такая лапочка, самая милая во вселенной, и настоящий ангелок. С этими словами я потрепал ирис по голове. Хе-хе-хе. Ладно, никакого кокунбол торчер. В общем, мы только что сыграли в камень-ножницы-бумагу, так? Я победила, и вы погладили меня по голове. Однако в другой временной линии, возможно, мы лишь обменялись рукопожатиями. Или, может быть, в итоге я стала там вашей рабыней и начала вытворять то да сё? Айба, немедленно отмотай время назад. К сожалению, подобной способностью я не обладаю. Такие миры, события в которых развиваются по-другому, называются параллельными. И ты считаешь, что я как-то перепрыгнул из мира, в котором ты умерла, в тот, где ты жива? Ну, скорее всего. Хм, параллельные миры. Даже не знаю. Что-то мне не очень в подобное верится. Но это правда. Параллельные миры существуют. Есть же эффекты Буба-Кики и Манделлы. Или, может, вы поверите, если я расскажу вам теорию про 100 миллионов шариков? О, звучит довольно интересно. Я и сам знаю несколько похожих городских легенд. Пространственно-временной человек, история об исчезнувшем друге, байка о двух сёстрах и тому подобное. На всякий случай, я решил расспросить обо всём этом обоих. Ах, я сейчас должен буду с обоими поговорить. Ну, давай. Теория про 100 миллионов шариков. Мир, конечно, полон загадочных вещей, но знаете, что из них самое удивительное? Нет, и что же? Сам факт существования человечества. Вселенной правит бесчисленное количество законов физики. Говорят, если бы хоть один из них немного отличался, то не только Земли, но и всей Солнечной системы могло бы вовсе не появиться на свет. Не будь нашей планеты, разумеется, человечество бы тоже бы никогда не родилось. Но даже имея в распоряжении Землю, вероятность развития жизни на ней всё равно уничтожна мала. И тем не менее мы почему-то существуем. Ну, продолжай. Представьте себе ящик полный шариков, помеченных числами от 1 до 100 миллионов. Да, ты, Сан. Смогли бы вы вытащить оттуда номер 1? Да. Вряд ли. А если бы у вас самих было 100 миллионов человек? То мы бы очень быстро его вытащили. Ну, полагаю, хоть у одного бы да получилось. Вот именно. Вероятность появления человечества на свет настолько низка, что близка к чуду. Однако, если из самих вселенных существует сразу бесчисленное количество, тогда не было бы ничего странного в том, что, по крайней мере, в одной из них появились люди. Антропный принцип. Ох уж это, Ирис. На самом деле оно умнее, чем кажется. Слушайте, да. Это очень тупо. Ну, ладно. Ох уж эти принципы... Исфект Бубакики, ребята. Узнаем новое. Познаем. Для начала, да, ты, Сан, взгляните на это изображение. Ирис достала телефон и открыла на нем какую-то картинку. С этими фигурами связан один известный эксперимент. Да я уже все прекрасно понимаю. Это будет Буба, а это Кики, потому что нас так воспитали. Их показывали людям по всему миру и задавали следующий вопрос. Какая из представленных фигур Буба, а какая Кики? Хотите, верьте, хотите, нет, но 98% опрошенных ответили одинаково. А круглую они назвали Бубой, а струугольную Кики. Разве это не странно? Нет, охеренно не странно. Охрененно не странно. Иными словами, практически у всех людей Буба ассоциируется с одним образом, а Кики с другим. Причем совершенно независимо от языка и национальности. Получается, это просто закреплено внутри каждого человека. Это сейчас даже... Ну, не совсем. Ты не можешь... Ну ладно, хорошо. Все, ребята, вы поняли, вы запрограммированы. Все мы боготворим солнце с морем. Мама ассоциируется у нас с чем-то нежным, а отец с грубым. Подобное мышление никак не связано с культурой, она укоренилась на генном уровне. О-о-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о, понятно! Вот она, защитница патриархата, вылезла! То есть ты хочешь сказать, что у мужчин и у женщин у каждого своя роль и предназначение, и они никогда не могут выполнять функции друг друга, что ли? Понимаю, понимаю. Подстилка патриархата. Психолог по имени Юнг назвал это коллективное бессознательное. Существует вторая психическая система коллективного, универсального и без личного характера, идентичная у всех индивидов. Именно так он и говорил. Например, представьте себе обычный бамбук. Со стороны выглядит так, будто каждая стебель растет по отдельности. Однако глубоко под землей они все соединены. Причем сознание у людей может быть не только связано между собой, но и простираться корнями в другую отдаленную бамбуковую рощу. То есть... С параллельными мирами, что ли? Совершенно верно. Господи Иисус. Вы ведь спасли меня во сне, так? Ну а сновидение сами по себе является частью бессознательного. Так что вполне вероятно, его корни соединены с другой бамбуковой рощей. Да, что-то в этом роде. Вау, вот это здесь сейчас начнется эзотерика, паранормальщина и I want to believe. Эффект Манделы. Да, Тессан, вы знаете, кто такой Нельсон Мандела? О, я знаю. Он был бывшим президентом Южноафриканской республики, который помог побороть апартеид. Да, и когда в 2013 году Мандела Сан умер, произошло нечто очень странное. Стоило новости о его смерти распространиться по всему миру, как многие люди начали говорить следующее. Разве Мандела не скончался в тюрьме еще в 1980-м? Ну, потому что такая утка-то и была. Таким образом, когда воспоминания противоречат реальным фактам, подобный феномен называется эффектом Манделы. А это-то зачем? Это-то куда? Ну ладно. Ладно. Существует целая масса примеров. Вроде того, когда название книги с детства ни с того ни с сего стало другим. Или, например, многие люди уверены, что во время нападения Кеннеди находился в четырехместном автомобиле. Хотя на самом деле машина была шестиместной. Хм, странно. Я тоже так думал. Помните еще электрического мышонка из известной серии игр? Вам случайно не кажется, что кончик его хвоста... хвоста был черным? А... А разве это не так? Подождите, электрический мышонок это... Электрический мышонок? Неа, оказывается он полностью желтый. К тому же дизайн самого персонажа никогда не менялся. Надо же. Фразы из фильмов, логотипы, кампания, исторические события и так далее. Эффект Манделы присутствует повсюду. Как думаете, почему? Потому что воспоминания эти из параллельных миров. Господи, это Пикачо? Это же Пикачо! А, наверное, кажется, что у него черный хвостик, потому что у него черные полосочки на спине. Прикольно. Нет, я видел... Не, я видел, как он был... Не, он... Блин, ё-моё! Когда она об этом сказала, у меня такое ощущение, что я видел версии, где у Пикачо черный хвост. Хотя, возможно, это связано с Райчо. Райчо уже, типа, меняется очень сильно. И у него хвост, форма хвоста меняется. Ну, тогда и правда все сходится. Так, хорошо. Насчет пространства временного человека. У Райчо совсем другой хвост. Да. У Райчо тоже не черный. Не, ну просто он совсем другой. Электрический мышонок, сука. Как я мог не подумать о Пикачу? Подождите, а Пикачу же не мышка? Я не... Пикачу абсолютно не мышка. Ладно, они... Все это объясняется про другими вещами, но и ладно. У Пичу черный. Я думаю, это может быть из-за черного контура или из-за ушей. Тут еще может быть такая ситуация, что там уже огромное количество мерча и всего такого. Я думаю, что я даже могу где-нибудь найти Пикачу с черным хвостом, просто вот так вот загуглив. Ну да, Пикачу это мышь. Это мышь, реально? Представьте, что сами не успев того заметить, вы оказались в загадочном и совершенно безлюдном мире. Говорят, существует немало людей, переживших подобное. И большинство из них описывают, что видели одного и того же мужчину. Пространственно-временного человека, если быть точным. С виду это простой мужик в рабочей одежде. О человека Моль будем вспоминать. Но по слухам, человек этот помогает всем потерявшимся вернуться в свой мир. Он говорит, тебе нельзя здесь находиться, или что-то в этом роде, и отправляет каждого обратно. Хотела бы я когда-нибудь с ним повстречаться. Насчет байки о двух сестрах. Это байка о девочке Битян, которая как-то раз практиковалась игре на пианино. За спиной в тот момент у нее сидела младшая сестра и смотрела на большой громкости телевизор. В общем, Битян поворачивается к ней и просит сделать потише. Но это ВИ скорее, Битян. После этого она продолжает упражняться дальше. Однако время идет, а сестра так и не убавляет громкость. Рассерженная Витян вновь оборачивается, собираясь на нее накричать. Вот за столько за спиной почему-то никого нет. Интересно, куда это она ушла? Подумала была Витян. Как вдруг из гостиной раздается голос. Я дома! Витян подбегает к входной двери и видит, что там стоят ее сестра с родителями. Когда ты успела выйти на улицу? Тут же спрашивает она. На что мама ей отвечает? О чем это ты? Она ходила с нами в магазин. Витян, разумеется, была вся в недоумении. Девочка начинает расспрашивать подробности и узнает, что до этого по телевизору как раз показывали любимую передачу сестры. И что перед тем, как уйти, она хотела остаться и досмотреть ее. Но в итоге передумала. Получается, существует мир, в котором сестра девочки приняла другое решение? Вполне возможно. То, с чем столкнулась Витян, могло быть чем-то вроде видения из параллельной реальности. Понятно. Вообще, знаете, что мне всегда, вот в этой теме с параллельными мирами, на самом деле, всегда не нравилось. Очень сильно. Почему я вообще во всю эту ахинею, ну, типа, объяснение я всегда понимаю, концепцию понимаю. Но я не верю, что это существует. И сейчас попытаюсь сказать, почему. Я не верю, что это существует. Потому что у нас получается очень большая бесконечность различных параллельных миров. Очень большая. Грагантьюанская. Я понимаю, что никого, кого-то это может не пугать. Но, типа, вот представьте себе, вот, ну, я не знаю, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Это у нас большая жирная бесконечность. А теперь представьте себе от нуля до бесконечности. Это тоже большая жирная бесконечность. Что тут, что там бесконечно. Бесконечно всего. Но не суть важно. Представьте себе отрезок от нуля до единицы. И у вас, вы можете сделать приближение, делить расстояние от нуля до единицы тоже бесконечно подробно. То есть, грубо говоря, я решаю протянуть руку вперед, это одна версия событий. Я решаю повернуть руку вперед и чуть выше, чуть выше, чуть выше, чуть выше, чуть выше, чуть выше. В итоге, в каждое мгновение, и вот к чему я это все вел-то, в каждое мгновение времени у нас бесконечное количество вариаций. То есть, у нас бесконечности в бесконечностях, в бесконечностях, в бесконечностях, у нас бесконечность в бесконечной степени, в бесконечных степенях бесконечности. вот насколько бесконечная у нас бесконечность разнообразие 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 вообще того что может произойти и это и это число которое как бы не фиксируемо грубо говоря ну блин я не знаю как правильно сказать ну типа она она бесконечна по она бесконечна на уровне бесконечности вот так вот это мне всегда казалось очень странным когда мы говорим про параллельные миры мы как правило типа представляем такой типа проиграл или выиграл в камень-нужница бумага для простоты восприятия но на деле там такое огромное такое огромное количество разностей что просто охренеть причем очень часто когда мы говорим о параллельных мирах мы стараемся их как-то свести к одной и той же точке но на деле чтобы какому-то миру оказаться в той же самой точке ему надо вплоть до самого до самой мельчайшей детали повторить целиком и полностью то есть грубо говоря если мы возьмем мир в котором камень-ножницы бумага параллельный мир в который камень-ножницы-бумага исход был другой то весь остальной мир у нас идентичен вп вплоть до вплоть до вздоха вплоть до слова и со всей истории человечества и со всей истории мироздания но вот отличается вот последний момент и вот в этом последнем моменте он начинает раз разветляться причем развивается не на какие-то пути она бесконечности Я, короче, мне кажется, это настолько, это кажется мне даже по космическим меркам просто бесконечно смелое допущение, что что-то подобное реально существует. Потому что если предположить, что что-то подобное реально существует, то, ну, не знаю, должен же, получается, быть какой-то физический закон, должно же быть, должно же быть что-то, что это хоть как-то описывает. А о чем мы, по сути говоря, сейчас говорим? Мы сейчас говорим о каком-то, ну, абсолюте. То есть, грубо говоря, если это существует, это уже Бог сам внутри самого себя. Да его даже, даже, более того, даже, как бы, если мы возьмем концепцию Бога, то Бог это тот, кто мог создать то, что у нас есть. Это что-то более запредельное, чем даже эта концепция. Понимаете, да? Это что-то вроде Бога для Бога. Потому что Бог слишком простая концепция для этого. Для того, что, да, для того, что мы тут видим. Понимаете, 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 что меня колет? Я надеюсь, я смог передать мысль. Да, я понимаю, она наркоманская, но вот мне именно поэтому всегда тема с параллельными мирами вообще никогда не нравилась. Множество действительных в числе, находящихся в промежутке от нуля, называется континуум. Континуум – несчетное множество, то есть множество, мощность, число элементов, которого нельзя представить каким-либо числом, кроме бесконечности. Но это надо еще определить. На это надо еще определить бесконечность, а ты быдло. Ну? Вот, я же… Так почему быдло-то? Я же сказал, что, ну, типа, на это надо определить бесконечность. Я не очень понял, в чем суть. Я же как раз-таки и сказал, что от нуля до единицы можно пихнуть бесконечность. Просто. Я тебе больше скажу, что от нуля до ноль одного можно впихнуть бесконечность. Бесконечно малое… Бесконечно малое деление можно бесконечно мало разделить. Именно поэтому я и говорю, что, типа, очень бесконечно получается. В математике намного большие бесконечности встречаются. Ну, я даже не знаю, что тебе сказать. Представь себе бесконечность в степени бесконечности… В бесконечной степени рас бесконечностей. То есть, это как бы бесконечность, у которой степень бесконечность, у степени бесконечность бесконечность. И вот так вот… Прррр! Бесконечно вверх. Я себе даже концептуально не могу представить числа большего, чем это. Ну, только если я скажу, что вот это плюс там один, да? Но только проблема в том, что поскольку здесь бесконечность, то мы даже записать этого не можем. Не знаю. Мне в голове не укладывается. Точнее, как бы, мне кажется, что здесь, если мы возьмем любой физический закон, если мы возьмем вообще любой физический закон, реальность, даже если мы говорим про время, про кванты и т.д. и т.п., там всегда есть ограничения и всегда есть логика. А вот в разговоре о бесконечном количестве вселенных нет ограничений, нет логики. Так, я хочу, короче, пойду чайничек поставлю. Судя бесконечно малых величин в том, что их нельзя делить, но они просто являются математической концепцией, которая не существует как коммунизма. Ну, блин, слушай, в этом ключе бесконечность тоже математическая концепция. Потому что ты ее записать технически никак не можешь. Ну, ну, то есть, типа, нарисовал ты, конечно, положенную на бок... ...восьмерочку, только толку никакого. Так, чайничек скипает, шикардос. Просто ты слабый, если не можешь до бесконечности посчитать. Да, есть такое. Как тебе никнейм для Стима Джотаро Пуджо? Хороший, хороший. Джакиро Пуджо можно еще, чтобы дополнительно... Ну, не знаю, нет, Джотаро тоже хорошо. А насчет истории об исчезнувшем друге. Это история о мальчике, назовем ее Эй-кун, который учился в начальной школе. В общем, был у него близкий друг по имени Судзуки. И однажды после школы они вместе возвращались домой. В тот день Эй-кун, как обычно, шел и рассказывал всякие глупые шутки. Ну, а находившийся рядом с ним Судзуки громко хохотал. Причем смеялся он так сильно, что у него вдруг взяли и выпали глазные яблоки. Что? А они просто вывалились из глазницы и стали болтаться. Поскольку нервы и тому подобное не были порваны. Короче, увидев это, Эй-кун буквально лишился дара речи. На что Судзуки просто берет и вставляет все обратно и продолжает идти, как ни в чем не бывало. Догнав его, Эй-кун спрашивает что-то типа «Эй, ты в порядке? У тебя глаза только что выпали!» Причем очень испуганным тоном. Но Судзуки лишь отмахнулся, так ничего толком не ответив. Эй-куну показалось это очень странным, но допытываться до друга он все же не стал. И они, как обычно, разошлись по домам. Однако потом происходит нечто еще более удивительное. На следующий день Эй-кун приходит в школу и видит, что Судзуки нигде нет. В замешательстве он подходит к учителю и спрашивает «А что, Судзуки-кун сегодня не пришел?» На что тот ему отвечает «Какой еще Судзуки? У нас в классе никого с таким именем нет». Эй-кун говорит «Как это, учитель? Вы что, шутите?» После чего бежит в панике расспрашивать о нем своих одноклассников. Вот только все они говорят то же самое. «Я его не знаю, в нашей школе вообще никогда не было Судзуки». «Ты хочешь сказать, что Эй-кун попал в параллельный мир, где Судзуки не существует?» «По крайней мере, я так думаю». Так, насчет истории оба еще значим другим. В общем, возьмем эвклидовое пространство, которое обычно моделирует физическое. Любое его подножество можно представить в виде некоторого состояния этого пространства. Наполнена ли точка чем-то или нет. То есть, каждая точка имеет значение 0. Ее нет. Или 1. Она есть. Возьмем декартовое произведение множеству подножеств R3 на еще одну R, которая будет временем. Ясно, что оно равномочно множеству подножеств R3. Ну, я понял, я понял твою... Я понял то, что ты пытаешься сказать. Я понял, ну, типа, ты хочешь сказать, что, типа, если во все стороны бесконечность, то в какую сторону ты дополнительно на бесконечность не умножай, бесконечность более бесконечной не станет. Но это лишь до тех пор, пока мы работаем внутри одного пространства. А мы тут как раз-таки, когда хотим об этом поговорить, мы говорим о дополнительных пространствах. Понимаешь, мы же говорим о версии пространства, правильно? Они у нас не могут быть в пространстве. Разве не мог этот самый Судзуки быть кем-то вроде воображаемого друга? Нет, Эйкуна отчетливо помнил, что тот существовал. Это и правда очень странно. Нельзя ведь просто взять и вставить выпавший глаз назад. Нет, на самом деле можно. Насколько я знаю, в медицине такой состояние называется параптозом. Параптозом. Говорят, вернуть вышедшее за пределы костной орбиты глазное яблоко не так уж и сложно. Он совершенно прав. Операция по устранению параптоза является относительно простой процедурой. Если нервы с сосудами не повреждены, у пациента даже не ухудшается зрение. Но ведь это никак не доказывает, что Судзуки и правда существовал. Ну, так-то да. Расскажи что-нибудь еще. Давайте подведем итог. Можем еще послушать Кул Стори? Ну, давайте еще послушаем. Я знаю кучу подобных рассказов. Типа того, как один парень внезапно обнаружил, что перенесся на год в будущее и его давно ищут. Или, например, человек берет свой телефон, открывает контакты, а там одни незнакомые имена. Звучит жутко. Так, что же еще? Точно, выходишь ты такой на улице и, казалось бы, все как обычно. Однако все люди вокруг говорят на каком-то непонятном диалекте. А надписи на вывесках, журналах и прочем совершенно нечитабельны. Причем говорю я не о Корее или Китае. Страна все та же, просто язык в ней почему-то стал другим. Это яркий пример параллельного мира. Ладно, я сформулирую последний раз, чтобы вы с математикой меня не душили. То, что я пытался сказать, не завязано на математике. Смотрите, то, что я пытался сказать, завязано на следующем. Если я вам скажу, что придет новый, я не знаю, губернатор в город и починит дороги и посадит коррупционеров. Или просто починит дороги. Ежу понятно, что первое предвыборное обещание, починить дороги и посадить коррупционеров, оно более сложно выполнимое. Почему? Потому что в нем два условия, которые зафигачены через и. Если он починил дороги, то он не обязательно посадит всех коррупционеров. То есть, грубо говоря, мы точно знаем, что шансов на то, что он просто починит дороги, больше, чем на то, что он починит дороги и посадит коррупционеров. Понимаете, да? Так вот, грубо говоря, в чем суть? Суть в том, что мы добавляем дополнительные условия для того, чтобы событие стало вероятным. Типа, починит дороги и посадит коррупционеров, и будет честным человеком, и у него не будет любовниц, и умрет он в 33 года, и будет скакать каждое утро на одной ноге. Вот когда я наворачиваю дополнительные какие-то условия, шансы начинают стремиться практически к нулю, потому что все это я делаю через и. То есть, мне, чтобы вся эта сумма была истиной, надо, чтобы каждый элемент был истиной. И просто учитывая, что каждый из этих элементов, даже может быть отдельно, очень высокую вероятность имеет. Ну, что ему стоит каждое утро попрыгать на ноге? Но чтобы все звезды сложились, уже, несмотря на то, что у нас очень большие шансы на все вот это подряд, у нас вот это, у нас вот это истиной не будет. Так вот, когда мы говорим об вот этих параллельных мирах и многомировой теории, у нас, грубо говоря, бесконечный ряд шансов, которые, даже если они очень высоки, от шансы на событие, то, что окажется событие истиной, там, 99%. Мы типа 100% вероятностью не знаем. Если бы там был ряд 100%-точей, то да, на выходе мы получили бы 100%. Но предположим, что у нас допущение. То есть, мы можем ошибаться с вероятностью там 1%, но у нас их бесконечный ряд. Бесконечный ряд 99% штук – это ноль практически на сумме выдаст. Именно вот это допущение, мне кажется. Именно поэтому я считаю, что с точки зрения рациональности, брать такую хрень, ну, это, считай, что это правда, это бред сивой кобылы. Не бьется с реальностью, не бьется с рацио, не бьется с тем, как мы вообще синтезируем все эти знания. Как в качестве концепции? Да, может быть. Ну, эта концепция, просто вероятность этого не ноль, грубо говоря. Это все, что мы можем сказать про эту концепцию. Вот поэтому мне не нравится. Ну, само собой, для художественных произведений это хорошая концепция. Почему бы не вворачивать в каждую жопку? Если коротко, слишком сложно для того, чтобы быть правдой? Слишком много звезд, как говорится, должно сойтись. Да, да, если коротко, слишком сложно для того, чтобы быть правдой, да. Короче, однажды один ученик начальной школы, назовем его Эскун, приходит в класс и обнаруживает на полу кучу разбросанных вещей. Открытки, полотенца, чашки и так далее. Однако, присмотревшись, Эскун вдруг осознает, что все эти предметы из его собственного дома. И как они могли оказаться в классе? Этого никто не знает. Не сам Эскун, не кто-либо из его семьи их туда не приносил. Да и никаких воров быть не могло. Может, произошло нечто такое, что заставило два параллельных мира слиться воедино? Кто знает. Понятно. Короче, давайте подведем итог. Вы прохладные, короче, все. И рисота. Откуда вы вообще столько всего об этом знаете? Ну, как бы сказать. Ацетон-чан любит писать в интернете о всяких оккультных вещах. Так что я тоже начал изучать это дело и со временем сам стал знатоком. Кстати, мне к тому же нравится история о различных заговорах и тайных обществах. Если хотите, я могу вам что-нибудь из этого еще рассказать? Не, давайте в другой раз. Скажи лучше, что там у нас с омлетом? Спалил. Все готово. Закончив приготовление, Отто принес долгожданное блюдо. Блин, я теперь тоже жрать хочу. Выставив перед нами тарелки, он выложил на них омлет с рисом. И с широкой улыбкой на лице, и рис тут же схватилась за ложку. Приятного аппетита. После чего она зачерпнула омлет. Вернее, попыталась это сделать. Она что, умерла? И что происходит? Ацетон Тян, ты в порядке? Все нормально. Просто рука немного заскользнула. Давайте лучше кушать. Мы с Ирис ели омлет с рисом практически в полном молчании. Может быть, у нее какое-то хитрожопое генетическое заболевание, по которому кто-то может составить вывод о нежелательной сексуальной связи ее матери с этим человеком, который пытается скрыть этот факт. И поэтому ее завалили... Нет, ее не завалили. Ладно, хрен с ним. Короче, новая теория. Новая теория, возникающая из ниоткуда. Мы с Ирис ели омлет с рисом практически в полном молчании. Между нами не было разговора. В помещении царил лишь звук ложек, клацающих о тарелке. И спустя некоторое время... Спасибо, было очень вкусно. Голос Ирис вновь стал радостным. Сейчас на ее лице уже съела привычная улыбка. Ах, как же я наелась. Спасибо большое, Ольга. Вот, она и правда получается лучший в мире омлет с рисом. Ага, прям кулинарный шедевр какой-то. Скажите спасибо моему отцу. Это он меня всего научил. Заплатив Оте за еду, я наконец вышел из-за стола. Что ж, Ирис, нам пора. Хорошо, еще раз спасибо. Не за что. Отлично. Мы покушали. Значит, можно теперь идти в путь. У нас говорят, святилище Якума или кафе Санфишпокет. В кафе Санфишпокет, я думаю, он за это... Не стал засиживаться, а вот в святилище Якумы... Хотя давайте по порядку. То есть сначала Санфишпокет, а потом в святилище Якумы. Просто мне кажется, что это очень по-якутзовски прятаться в каком-нибудь святилище. Войдя в кафе, я сразу же увидел знакомое лицо. Это была Мидзуки. Не теряя времени, мы с Ирис направились к ее столику. У нее алмазный трезубец? Кто-то она занесла сюда бабла. Ой, как же вы меня напугали. Как дела? И чего это вы вообще тут вместе? Да так, просто. А, забыла сказать. Спасибо, что позволила остаться вчера на ночь. Ой, да что ты, приходи еще. Можешь вообще переехать к нам жить, если хочешь. Хе-хе, отличная идея. А то мой нынешний сожитель какой-то стремный. Ох уж эта девчонка. И все на меня смотрят. Алмазный трезубец. Прямо хочешь, чтобы о нем спросили? Русалочка. Так. Ну что ты тут сидишь-то? Крем-сода. А когда это сделал я, надо мной смеялась. Так, что ты делаешь в таком месте насчет Экиуры? Полицейские и так уже задавали мне о нем кучу вопросов. Но я по-прежнему не знаю, где он. Что ты делаешь в таком месте? Какая разница? Опять норвоучение мне читать собрался? Почему тебя это вдруг стало волновать? Чего ты вся такая злая-то? Я всегда такая. Вообще, это у меня еще хорошее настроение. Извините, можно вас на секундочку? Так, с этими словами официантка отвела меня в уголок. Митзукитян недавно плакала. Плакала? Да. Мы с остальными сидели и ее утешали. Учитывая, что у Митзукитян произошло с мамой, мне кажется, сейчас ей приходится очень нелегко. Так что сюда она пришла скорее из одиночества. То же самое касается и вчерашней ночевки у Эристиан. Ей просто не хотелось оставаться дома одной. Тело Сёка все еще находится под юрисдикцией полиции. У нее не было ни похорон, ни кремации. Кроме того, преступник так и не был пойман. А Акиура, родной отец Митзуки, куда-то пропал. И вдобавок ко всему еще и ты ее бросил. Почему это сразу бросил? В любом случае, причин для стресса у Митзуки более чем достаточно. Митзукитян всего лишь притворяется сильной. Пожалуйста, постарайтесь ее понять. Насчет склада рыболовецкой компании Акиура. Осмотр. Митзуки сидит с нами за столом. Дайте мне комментарий по поводу... Рыболовецкой компании Акиура. Почему ты вообще об этом спрашиваешь? Да просто кое-что заинтересовало. Это предприятие, которое основал мой дедушка. Но не думаю, что папа имел к нему какое-либо отношение. О складе я вообще ничего не слышала. Сказала же, что не знаю. Еще и трезубцем треснула. Не заставляй меня повторять одно и то же. Да ты взгляни. Очень врет. Выходит, это ложь? Ну, возможно, она просто взволнована или расстроена. Митзуки сидит с нами за столом. Все, нельзя с ней больше поговорить. Русалочка. Рентген. Опять на ее таз смотрим. Ля какой таз. Найс. Найс бонс. А почему эту я не вижу на рентгене? Почему эту я вижу на рентгене, а этих на рентгене не вижу? Что за херня? Что это за рентген такой? Ммм, до чего бесподобный копчик. Ха-ха-ха. А Кюра не приходил? Какие ребята тебе нравятся? Вот самый важный вопрос. Ммм, даже не знаю. Удильщикообразные усатые спинороги. Как она это только выговорила. А Кюра не приходил? Я слышал, что здесь видели А Кюру. Извините, а когда это было? Когда? Узнал я об этом совсем недавно, но вот в какое время спросить забыл. Понятно. Ничего не припоминаешь? Ну, сегодня-то он точно не приходил. А вот вчера... Вчера? Ну я же вчера тоже спрашивал. Он пришел потом. После того, как высоты куном уже ушли. Почему ты сразу мне не сообщила? Так ведь вы не просили, да и номера своего к тому же не оставили. Проклятье. Похоже, мы немного с ними разминулись. Что А Кюра здесь делал? А Кюра-сан искал Иристиан. Он ходил и спрашивал у всех, где она может быть. Я? Ага. Ага. Но причина. Он не говорил, почему ее ищет. Да, кстати, она такая типа, меня искал, меня, я искал. Сейчас как окажется, что А Кюра, она была с А Кюрой, и она ее тогда вот, вот вообще вот это вот удивление абсолютно высосано из пальца. Нет ничего конкретного. Ирис, а ты как думаешь? Понятия не имею. Мидзуки. Я тоже не знаю. Поведение Кюра было что-нибудь подозрительно? Подозрительно? А, точно, он очень плохо себя чувствовал. Был весь какой-то бледный и сильно потел. Должно быть это из-за аварии. Наверное. Мидзуки-тян частенько сюда приходит, так что мы все уже давно с ней подружились. Меня тут любят и жалуют. Дочка владельца потому что? Да не в этом дело. Мы с ней прямо как закадычные подружки. А вот только сидит она с орехалковым трезубцем. Без влияния Акиура здесь явно не обошлось. Хорошо, с русалочками поговорили. Так, Ирис. Вы святая святцентской знакомой? Конечно, знакомая. Она моя подруга еще с тех времен, когда я здесь подрабатывала. Мы часто вместе гуляем. Ага, в местах, где видели привидения или там НЛО. Хуй, чувиха. Хей, чувиха. Непереводимая игра слов. Чувиха. Мидзуки-тян, ты что? Разве можно такое говорить? Ужас какой. Насчет Акиуры. Акиура-сан помогал нашей семье еще с тех пор, как я себя помню. Но вы же знаете, что у меня одинокая мать. Так вот, он во многом оказывал ей поддержку. Ладно, потому что даже меня вперед, когда я была младенцем. Да и в Лимни-скейт мне тоже удалось попасть исключительно благодаря Акиури-сану. То есть ты хочешь сказать, что он видел твой... Ладно. До этого Эри стримила свои любительские видео в качестве хобби. Ну, в которых она поет, танцует, проходит видеоигры и тому подобное. Короче, не успели мы опомниться, как она стала безумно популярной. А, я слышал об этом. Так она начала получить предложения от различных продюсерских агентств, верно? Однако, поскольку ее мама и Акиура были давними знакомыми, Ирис все же остановилась на Лимни-скейт. Да, но дело не в этом. Есть и другая причина. Папа был просто без ума от таланта Ирис. Таланта? Умение танцевать. Именно поэтому он и решил взять Ирис под свое крыло. Папа заметил ее удар еще в раннем возрасте и не хотел, чтобы он попал в руки других агентств. Я впервые об этом слышу. Просто он не из тех, кто делает комплименты. Даже как-то немного неловко. Я и не подозревала, что Акиура-сан так обо мне думает. Акиура-сан убийца. Ты ведь любишь танцевать? Ага, даже больше еды и сна. Хотя нет, поесть я люблю не меньше. Так или иначе, мне всю жизнь нравилось двигать телом. К тому же у тебя еще и быстрые и очень быстрые ноги. Ага, с самой начальной школой я занималась легкой атлетикой. Причем вроде бы была в замыкающей на всех эстафетах. Хе-хе. Это поразительно. А вы знали? Ирис в греческой мифологии это Ирида, богиня радуги. Она была вестницей остальных богов и разносила их поручения со скоростью ветра. Существует мнение, что источником этого мифа стало то, что радуги всегда очень быстро исчезают. Выходит, ты такая же проворная, как и твоя тезка? Хотите попробовать меня обогнать? Ага, если выпадет такая возможность. Так, можешь показать мне свой танец? О, да, давай. Флексани. Шоу. О, прямо здесь что ли? О, я тоже хочу посмотреть. И я. Мне бы тоже хотелось на это взглянуть. Ммм, даже не знаю. Ну, ужас, танцуй для нас. Но. Ладно, тогда я пойду подготовлю все необходимое. Вот сейчас мы будем за диким флексом наблюдать. Погоди. Не дав себя удержать, русалочка убежала в подсобку. Ох, ну ладно. Раз уж вы все так просите. Ура. Эристиан, мы готовы. Итак, сейчас я буду танцевать. Смотрите все. Несокрушимая радужная стрела. Поехали. О. Как учтиво не дожидаться согласия. Это же Япония. Если ты не делаешь то, что общество хочет, ты мусор отброс, а размножаться не должен. Не сдохни в одиночестве, урод. Поэтому, если мы тебе сказали танцевать, ты танцуешь. Это же япония. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ацетон, тянь, самое лучшее. Эта песня, текст к ней сочиняла я, а композитором был Акиура Сан. Поэтому она занимает особое место в моем сердце. Кстати, я и забыл, что он умеет писать музыку. Да, у него очень много талантов. Акиура Сана вызывает у меня огромное уважение. Он столько всего для нас делал, я доверяю ему больше всех на свете. Так. Насчет твоего ночного гостя. Давай-ка. Слушай, Ирис, может уже наконец расскажешь, что ты делала в воскресенье после двух ночи? Вы еще не выполнили свое обещание? Но ведь это свидание, я сдержал слова. Говорю же. Все ответы будут в конце. Вы понимаете, что я имею в виду? Наше свидание еще не закончилось. Вот маленькая шельма. Так, ладно, нам пора. Ладно, нам пора. Все, Мидзуки, пока. К сожалению, Акиура мы здесь так и не встретили. Однако мы узнали, что он искал Ирис. Но почему? Как бы там ни было, подумать об этом можно и позже. Сейчас нам пора идти даты. Да, ты права.